история руси темный лес кровавая вражда месть завоевания череда верных и провальных решений история процветания и поголовного упадка в общем есть о чем поговорить сегодня я расскажу про историю руси начиная с рюрика заканчивая монголами это мой первый большой ролик поэтому мне будет приятно если вы поддержите меня лайком если вы впервые на канале не забудьте подписаться чтобы не пропустить новые ролики а перед началом я хочу порекомендовать вам отличный youtube канал лекторий достоевский там в простом и интересном формате вы сможете узнать о русской истории литературе и искусстве в лектории собраны только проверенные факты и описание событий сейчас на канале лекторий достоевский выходит интереснейший цикл видео посвященный ссср вы сможете узнать о главных событиях и исторических эпохах советском союзе а также о промышленности советских спортсменов культуре и искусстве ну конечно же и о советских людях узнавайте главное о советском союзе в новых видео на канале лекторий достоевский каждую неделю переходите по ссылке в описании видео и подписывайтесь и так а эта история по черному поехали на протяжении тысячелетий травянистые равнины украины и юга россии понто-каспийская степь были заселены разнообразным составом выносливых кочевых народов процветающих вдоль рек дон днепр и волга первые письменные упоминания об этой земле восходят классической древности 7 века до нашей эры в это время в степи доминировали различные племена иранского происхождения наиболее знаменитые из которых были скифы и сарматы древние греки у которых было небольшое количество городов вдоль побережья черного моря записывали истории о кочевниках живших на севере геродот рассказывает историю о том что скифы родились от союза полубога геркулеса и женщины змеи между тем сарматы были известны легендарной армией своих женщин воительниц и поэтому считались продуктом смешения скифов и мифических воинов амазонок более исторически достоверные свидетельства описывают этих иранских скотоводов как крепкий народ который жил и умирал на спинах своих скакунов они питались лошадиным молоком и мясом попутно наслаждаясь удовольствиями от психоактивных трав и неразбавленных вин на протяжении веков их господство в степи было почти неоспоримым но севернее находился народ который был моложе и амбициозней это были славяне истинное происхождение славян окутано тайной самые ранние письменные свидетельства об их существовании взяты из римских источников в первом веке нашей эры сенатор и историк тацит описал племя которое он назвал венедами народ живший в основном вдоль реки висла тацит отмечал что они строили дома носили щиты и сражались без коней что отличало их от их соседей кочевников сарматов отвергнутые классическими цивилизациями как еще одно варварское племя венеды скорее всего были прародителями всех современных славянских народов на протяжении веков эти протославяне были окружены своими могущественными кельтскими и германскими соседями на западе и скифа сарматами на юге это изменилось между четвертым и шестыми веками когда произошло великое переселение народов когда гунны и различные германские народы мигрировали границам распадающейся западной римской империи на самом деле это огромная миграция позволила ранним славянам во всех направлениях расшириться за пределы своей первоначальной родины к тому времени венеды рассеялись на множество различных разветвленных племен некоторые племена переправились через дуна и на территорию восточной римской империи захватив для себя земли на балканах и став прародителями южных славян некоторые племена отважились двинуться на запад во владение аваров там они построили себе дом и стали возможными предшественниками западных славян наиболее важными для нашей истории являются племена которые отправились на восток в современную украину скифы и сарматы которые веками господствовали в степи были ослаблены многовековыми воинами с готами римлянами и гунами протославяне пустили свои корни в этом нестабильном регионе в конечном счете ассимилировав последние остатки этих древних народов хотя мы мало знаем об этой миграции на восток очевидно что последующие десятилетия славянские народы продолжат распространяться по большей части современной украины белоруссии и центрально западной россии смешиваясь различными кланами коренных финно-угорских и балтийских народов двоюродных братьев литовцев латышей эстонцев и финн к 750 году нашей эры восточные славяне заняли земли от ладожского озера на севере до побережья черного моря несмотря на общий язык и культуру восточные славяне не были политически едины они были разделены на множество племен которые действовали на основе сложных родственных связей они как правило избегали возвышенности размещаясь вдоль рек и озер где воды было в изобилии там они строили крепости с обнесенными земляными и деревянными валами деревянными стенами и внешним рвом эти бастионы часто были окружены различными периферийными деревнями которые поставляли зерно и домашний скот родной религии ранних славян известно не так много кроме того что они придерживались пантеона богов напоминающих пантеон их индоевропейских собратьев в летописях часто упоминается перун их верховный бог повелитель грома и владыка неба его вечным врагом был велес правитель подземного мира связанный с магией шуманизмом и колдовством конечно же было и много других божеств олицетворевших плодородие огонь и смену времени года славяне язычники считали что их боги неразрывно связаны с дикой природой в которой они жили и строили свои святилища в дубовых рощах следует отметить что описание ранних славянских племен дошло до нас через поздних христианских писателей которые с презрением смотрели на своих языческих предков тем не менее некоторая информация до нас все же дошла например закон гостеприимства был самым священным из обрядов у племенных славян всеми гостями дорожили без исключения и любое племя которое плохо обращалось со странствующим путешественником подвергалась нападению соседних племен за их бесчестия воины не были редкостью как с балтами и финнами так и среди славян они избегали крупных сражений вместо этого сражаясь в густых лесах с достаточным укрытием используя короткие железные копья тяжелые деревянные щиты и луки заряженные стрелами с ядовитыми наконечниками жизнь ранних восточных славян была децентрализованной и хаотичной но в ней царил порядок и гармония через общие обычаи тем не менее вскоре все должно было измениться поскольку с севера прибывали странные корабли на палубах которых были вырезаны страшные головы драконов на рубеже девятого века население скандинавского полуострова стремительно росло холодном горном климате хорошие сельскохозяйственные угодья были редкостью это подтолкнуло скандинавов покинуть свои дома в поисках новых земель как вы уже поняли датчане которые отправились на запад стали известны англичанам и французам как викинги шведы однако отважились отправиться на восток где они быстро обнаружили могучие реки протекающие по континентальной части страны плавая по важнейшим водным путям восточной европы скандинавы глубоко погрузились торговые сети существовавшие в регионе на протяжении веков у слияния камы и волги они столкнулись с булгарами с которыми торговали мехами воском и медом в обмен на серебро иногда они гребли дальше вверх по реке и торговали с хазарами чей контроль над степью предоставил им власть над невероятно богатой землей населенной разнообразными народами в том числе многими славянскими племенами тем временем те кто плыл вверх по днепру вскоре оказались черном море а позже и восточной римской столице константинополя они назвали это великолепное место миклогард что буквально означает великий город начале июня 860 года византийский император михаил третий выступил со своей армии из константинополя к линии фронта с халифатом аббасидов могучий византийский флот последовал за ними и столица осталась почти беззащитной константинополя остался лишь небольшой гарнизон поскольку византийское руководство никакого нападения не ожидала хроники описывающие следующие события рассказывают о том что флот русов под предводительством баряжских военачальников аскольда идира вошел в босфор 18 июня 860 года современные историки утверждают что русь знала насколько беззащитен константинополь поскольку у них уже были развитые отношения с арабским халифатом а временные рамки и расстояния со дня отъезда императора михаила третьего из столицы были достаточными для того чтобы арабская разведка проинформировала русь греческие источники упоминают 200 русских кораблей в то время как венецианский церковный и государственный деятель иоанн диакон утверждает что кораблей было 360 источники не указывают точное количество сухопутных войск которыми располагали русы но поскольку средние корабли викинга в той эпохе с комфортом вмещали от 30 до 80 человек консервативная оценка в 40 человек на корабль говорит о том что армия была размером 8 тысяч единиц люди аскольда идира не встретили сопротивление когда высадились на берег и начали грабить незащищенные пригороды константинополя многие были убиты и взяты в заложники затем русский флот двинулся мраморное море и атаковал принцевы острова многие были убиты а монастыри дворцы и другие места где хранились богатства были разграблены жители внутри стен были в страхе так как их некому было защищать нет окончательного точного ответа относительно того пытались ли русы взять городские стены и захватить константинополь поскольку у византийцев не хватало сил оказать сопротивление патриарх фотий призвал горожан молиться святой марии покровительницы города и приказал повесить ее знамя на городских стенах 4 августа 860 года русы сняли осаду сели на свои корабли и покинули этот район прихватив с собой награбленное правда эта часть описания нападения русов на константинополь имеет и другую версию прославляющую императора и божественное вмешательство которое спасло город от варваров согласно этой версии михаил 3 быстро вернулся в город после получения информации о нападении и присоединился к молитвам патриарха фотия а после вывешивания знамени святой марии произошел шторм который уничтожил флот русов что в конечном итоге привело к отступлению аскольда идира фотий в своих писаниях ничего не упоминает о прибытии михаила и чудесном спасении поскольку эти подробности были добавлены позже хроникой симеона метафраста римлян заставили принять варяга в качестве торговых партнеров сделав их богатыми благодаря шелкам и вину война и торговля помогли скандинавам процветать и было бы глупо отпускать эту территорию конечно плавание по великим рекам означало что скандинавы неизбежно проходили через славянскую территорию славяне называли их варяги или русы термины вероятно происходящие от древнескандинавских слов означающих верные товарищи и люди которые гребут первоначальные взаимодействия между ними были враждебными поскольку скандинавы часто совершали набеги на славянские деревни взымая дань и забирая рабов для торговли на южных рынках течение нескольких десятилетий скандинавы доминировали не только над славянами но и над финнами и прибалтами и именно это пересечение культур дало начало первой объединенной правящей династии в истории россии рюриковича большая часть ранней русской истории известно через первичную летопись написанную в 1113 году нашей эры монахом нестром несмотря на то что его работы считаются самым ценным источником знаний об этой эпохе достоверность его работы часто ставится под сомнение современными историками тем не менее первичная летопись представляет собой единственную и полную историю согласно нестру славяне финны и балты восстали против своих скандинавских хозяев промежуток до 860 года нашей эры и изгнав их обратно через северное море очевидно скандинавы были чем-то вроде стабилизирующие силы в регионе поскольку как только они были изгнаны славянские племена быстро вернулись к привычной войне самими собой и своими соседями в хронике было сказано следующее среди них не было закона но племя восстала против племени таким образом между ними возник разлад и они начали войну друг против друга они сказали себе давайте искать князя который мог бы править нами и судить нас по закону они отправились за море к русам варягам и сказали народу руси вся наша земля велика и богата но в ней нет порядка приди чтобы царствовать и властвует над нами князя приглашенного славянами звали рюрик быстро приняв их предложение он поселился среди своего нового народа в восемьсот шестьдесят втором году рюрик основал свою столицу на реке волхов на месте древнего славянского оплота его город вскоре вырос превратившись процветающий центр речной торговли и стал известен славянам как новгород течение семнадцати лет князь рюрик работа над стабилизацией своего царства устанавливая законы и формальное подчинение многих коренных племен региона он умер восемьсот семьдесят девятом году оставив царство своему родственнику олегу по общему мнению олег был классическим воплощением воина-викинга амбициозного князя который стремился расширить свои земли путем завоеваний с этой целью он обратил свой взор на великий каганат на юге где обитали хазары праве перекрестком международных торговых путей хазары естественно были терпимы ко многим племенам и религиям своих владениях в одном из самых странных поворотов истории тюркские правители даже обратились в иудаизм на протяжении веков хазары процветали на своей степной земле олег однако был не тем врагом с которым можно было шутить он объединил под своим началом все племена севера и командовал огромной армией состоящей из скандинавских финских и славянских воинов согласно нестору олег провел свою армию вверх под днепру восемьсот восемьдесят втором году захватив по пути города смоленск и любич вскоре они прибыли на лесистые холмы киева древнего форпоста скорее всего основанного восточнославянскими мигрантами еще в веке ко времени прибытия олега киев был вассалом хазар и управлялся скандинавскими военачальниками аскольдом и диром которые очевидно стояли за нападением варягов на византию восемьсот шестидесятом году говорят что олег выступил против своих собратьев норвежских правителей смело осудив их и сказав вы не князья и даже не из княжеского рода но я княжеского происхождения аскольд и дир были убиты быстро и олег твердо взял киев под свой контроль он быстро понял ценность этого города киев был окружен плодородной почвой а его расположение вдоль реки днепр давало ему потенциал стать центром торговли олег объявил себя киевским князем и решил что именно оттуда он будет править остальным своим княжеством вскоре он отважился на то чтобы вырвать еще больше славянских племен из под контроль хазаров к восемьсот восемьдесят пятому году князь объединил под своей властью подавляющее большинство восточных славян именно здесь родилась киевская русь нация которой предстояло просуществовать три столетия и вырасти чтобы стать одной из самых процветающих средневековой европе киев был его великой столицы из которой потомки рюрика и олега правили как князья династии рюриковичей в то время как русь первоначально относилась к правящей скандинавской элите страны со временем все племена киевского царства будь то славянские или нордические просто стали известны как люди руси волею судьбы и завоеваний князья рюриковичи дали свои имена земле которую россия земля русов сохраняет и по сей день ранняя киевская русь была по сути данической империи состоящий из внутренне автономных племен и городов они находились под сузеринитетом великого князя из династии рюриковичей который базировался процветающим торговом городе киеве каждое племя внутри управлялась независимо платя дань киеву и обеспечивая князя армии во время войны племена получили защиту от дружины великого князя элитные свиты воинов которые поддерживали порядок по всему государству культурном отношении раннее киевское государство представляло собой этнические и языковой шведский стол князья рюриковичи и их дружина скорее всего были преимущественно скандинавами но любой опытный воин любого происхождения мог присоединиться к свите князей большинство народов на землях руси были восточными славянами говорившими на древнем восточнославянском языке от которого произошли современные русский украинский и белорусские языки другие народы киевской руси включали финно-угорские и прибалтийское язычные племена на севере и вероятно некоторые тюркские народы из бывших азарий религия была разнообразной славяне и язычники продолжали поклоняться перуну и велесу своих дубовых рощах то время как скандинавские элиты сохраняли аспекты своих собственных пантеонов тора одина и локи одно из самых известных живых описаний скандинавских религиозных обрядов принадлежит арабскому путешественнику ибн фадлану чё путешествие вверх по волге в 922 году привело его к встречи с шумным племенем варягов скандинавов фадлан с восхищением и ужасом наблюдал как тело великого вождя викингов было положено на корабль рядом с девушкой рабыней которая добровольно согласилась быть принесенной жертву лодка и все ценные личные вещи которые на ней находились поджигались и души внутри него отправлялись в альгалу это погребальная практика вероятно была уникальной для киевских викингов и немного отличалась от скандинавских обрядов тем не менее это свидетельство того что какая-то форма скандинавского язычества все же процветала среди касты воинов киевского царства князья рюриковичи оставались воинственными на протяжении большей части своей ранней истории стремясь разбогатеть за счет грабежей и дани но главным призом для них всегда будет оставаться земля на дальнем конце черного моря с этой целью они повернули драконьи носы своих кораблей в сторону константинополя миклогарда норвежским налетчиком не удалось захватить константинополь восемьсот шестидесятом году но теперь объединившись под властью рюриковичей они могли собрать более крупные и организованные силы вторжения второе нападение русов на константинополь также имеет сомнительные детали потому что византийские источники напрямую ничего не упоминают об этом событии а все описание нападения содержатся в ранних русских источниках включая первичную летопись согласно лаврентьевской и ипатьевской редакции летописи в девятьсот седьмом году варяжский князь олег новгородский который смог поставить под свой контроль несколько славянских тюркских финно-угорских народов включая чудов полян хорватов и тивирцев двинулся на константинополь армия олега состояла из двух тысяч кораблей на каждом из которых было по 40 человек которые плыли из днепра в черное море и неизвестного числа всадников которые направлялись верхом с территории руси направлении константинополя таким образом согласно летописи войске олега было восемьдесят тысяч человек не считая конницы это действительно поразительно большое число для своей эпохи особенно для руси которая в то время только консолидировалась как государство и региональная сила но новгородская летопись упоминает 100 200 кораблей что делает численность армии в 4 8 тысяч человек гораздо более правдоподобной цифрой затем первичная летопись описывает как войско олега достигло константинополя византийцы заперли цепью пролив золотой рог не давая русскому флоту пройти мраморное море вместо этого олег и его люди высадились на берег и приступили грабежу пригородов убивая и захватывая в плен византийских поданы без какого-либо сопротивления со стороны имперских сил причина отсутствия сопротивления не описано и странно что одна из сильнейших военно-морских сил того времени византийский флот не выступила против кораблей олега после грабежа олег повелел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли и когда подул попутный ветер подняли они в поле паруса и пошли городу византийцы забеспокоились и попросили олега прекратить военные действия конечно же предложив взамен дань олег согласился во время переговоров византийцы предложили олегу вино но последний отказался пить опасаясь яда это безусловно разожгло страсти и в конце концов византийцы приняли требования олега выплачивать по 12 золотых за каждого русского воина в качестве ежегодной дани нападение олега было завершено договором между русью и византией который отражен византийских источниках с этой победой олег вернулся домой кроме того русь выиграла торговые уступки у римского императора что было хорошим признаменованием для долгосрочного экономического процветания киевского царства примечательно что послы руси носившие скандинавские имена такие как фарульф хролов и стимир поклялись перед славянскими богами соблюдать это соглашение что наводит на мысль о том что славянские скандинавские обычаи уже начали смешиваться олег умер девятьсот двенадцатом году и ему наследовал игорь сын самого рюрика молодой князь столкнулся с невзгодами в самом начале своего правления беспокойные славянские древляне отказались платить ему дань игорь однако обладал железной волей своего рода рюриковичей и смог сокрушить их битве наложив на них более суровую ежегодную дать проявив себя игорь какое-то время сохранял мир но как и его предшественники до него он начал мечтать о византийском богатстве в мае девятьсот сорок первого года игорь предпринял еще один поход против византийской империи поскольку по мнению историков византийцы перестали платить ежегодную дань согласованную после победоносного набега олега в девятьсот седьмом году и потому что игорь хотел личной славы подобной той которую завоевал олег хазарских источниках также упоминается что киевская русь была вынуждена напасть на византийскую империю в качестве пункта их соглашения после победы хазар над русью но это не точно источники расходятся во мнениях о том насколько велики были армия и флот игоря русские летописи ссылаются на византийские источники фиафана континуата и георгия амартала и упоминают фантастическое количество в 10 тысяч кораблей поскольку на обычных кораблях используемых русами могло находиться 40 человек на борту то в армии киевской руси могло быть 400 тысяч человек что является абсурдно большим числом для той эпохи епископ лоид прант кремонский посетивший константинополь через несколько лет после набега киевской руси писал что во время набега у руси было более тысячи кораблей основываясь на словах очевидцев византийский историк леон грамматикас пишет об армии русов численностью 10 тысяч человек что более правдоподобно учитывая предыдущие набеги русов и численность армии средневековый период 10 тысячная армия поместилась бы на 250 кораблях что также является более вероятным числом флот игоря двинулся из киева и через три недели был у берегов болгарии где к нему присоединился флот русов пришедший из восточного крыма или тавриды как его называли византийцы как и предыдущих набегах киевская русь выбрала время когда византийский флот боролся с арабскими нападениями на ее средиземноморские острова но на этот раз византийская империя была осведомлена нападение согласно василию младшему византийские вассалы в херсоне на современной южной украине и болгары которые поддерживали мирные отношения с константинополем сообщили им о предстоящем набеге русов 11 июня русы достигли берегов константинополя и разбили лагерь недалеко от города источники не упоминают ни о каких случаях мародерства и разграбления окраин города которые происходили во времена предыдущих рейдов некоторые историки утверждают что это могло быть связано с тем что игорь надеялся что простого вида его армии будет достаточно чтобы император роман 1 согласился на его условия но вместо этого роман приказал отремонтировать вышедшие из строя дроманы оставшиеся в гавани и вооружить их сифонами оружием извергающим огонь командование примерно 15 старыми дроманами было передано придворному камергеру феофану он приказал своему фото двигаться в гавань золотой рок и ждать русский флот игорь приказал киевскому флоту выдвигаться навстречу византийскому поскольку вид 15 старых кораблей не вызвал у него никакого беспокойства как только русский флот приблизился к форосскому маяку феофан приказал атаковать по словам луид пранда игорь приказал своим людям не убивать своих врагов и захватывать их живыми что возможно было попыткой использовать византийских пленников в качестве разменной монеты корабли феофана продолжали продвигаться к армии противников лишь после того как русские корабли окружили феофана он приказал использовать на них греческий огонь высорился хаос корабли русов загорелись и киевские воины бросились за борт чтобы спастись от огня но их тяжелые доспехи тянули их на дно присоединилась остальная часть флота феофана и еще больше опустошила флот игоря то время как большая часть киевского флота была уничтожена корабли таврической руси оставались на мелководье у берегов анатолии где не могли пройти громоздкие большие дроманы захваченные в плен русские солдаты были публично обезглавлены с этого момента оставшаяся часть русской армии была разделена на две независимые части киевское войско под командованием игоря высадилась на европейской стороне босфора и разрушила деревню стену но у игоря было слишком мало людей чтобы развить свое наступление и к июлю он отступил в крым вторая часть русской армии таврический флот русов была прижата флотом феофана на мелководье у берегов вифинии летом они высадились и приступили грабежам и убийством в отместку за огненную атаку у империи не было армии в регионе и она спешно собирала ее чтобы победить таврическую рус таврические русы смогли продвинуться до некомедии и по флагонии на востоке но подверглись преследованием со стороны отрядов варда фоки пока более многочисленная византийская армия под командованием иуана куркуаса не оттеснила русов к берегу нанеся им тяжелый урон и о численности армии источники умалчивают к сентябрю у русов заканчивались запасы провизии и в порыве отчаяния они сели на свои корабли и попытались спастись от флота феофана но снова греческий огонь оказался слишком сильным и большая часть флота была уничтожена игорь вернулся домой и начал собирать новую армию куда больше предыдущий и к 944 году был готов напасть на имперский город услышав о скором прибытии этой армады император роман 1 капитулировал следует отметить что оба русско-византийских договора полны очень специфических торговых положений тарифов и таможенных законов это подчеркивает что русские князья душе тоже были купцами однако дружина князя давно была недовольна их жалование и умоляла игоря взять больше богатств у своих подданных игорь согласился и с этой целью поскакал страну своих наименее любимых подданных вечно беспокойных древлян великий князь уже собирал дань древлян в этом году и его возвращение показала древлянам что пора попрощаться с тиранией рюриковичей они вышли из своего города перебили свиту князя и взяли его в плен затем казнили и самого игре бесцеремонная смерть киевского князя привела к возвышению его вдовы княгини ольги несмотря на то что ольги было около 25 лет она обладала варяжским духом железной волью и хитростью лисы ее месть за мужа стала предметом легенд древляне теперь имели свои собственные виды на киевский престол ободренные убийством великого князя они послали послов киев с предложением ольги мы убили твоего мужа потому что он грабил нас как волк наши князья добры и сохранили землю древлян поэтому мы пришли к тебе прося тебя выйти замуж за нашего князя мало княгиня знала что выйти замуж за древлянского князя это не выход во первых потому что он убил бы ее малолетнего сына святослава а во вторых потому что в ее сердце горела месть тем не менее играя роль робкой девушки она притворилась что принимает предложение на следующий день она приказала доставить древлянских эмиссаров свой дворец на лодке под предлогом оказания им почестей сваты 20 древлян прибыли в ладье которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема ольги сватов послов закопали живьем вместе с ладьей затем отправив гонса к древлянам она заявила что с радостью выйдет замуж за их князя мало если только они пришлют ей почетный караул и своих лучших воинов чтобы ее можно было сопровождать так как подобает княжне киев был отправлен отряд элитных воинов и ольга снова встретила их с притворным гостеприимством предоставив им честь пользоваться ее собственной бане когда почетный караул вошел в баню ольга приказала запереть двери и поджечь здание затем ольга отправилась древлянские земли с небольшой свиты верных воинов по прибытии ей удалось убедить древлян что их эмиссары и почетная стража уже в пути и на самом деле они не мертвы ее честь был устроен большой пир когда солнце села и толпа опьянела от медовухи ольга дала сигнал и ее войны вырезали более 5000 древлян вскоре ольга вернулась с огромной армии чтобы завершить начатое город за городом древлянских землях падал пока она не достигла их столицы в коростенье зная что хитрость они грубая сила была ключом городу ольга предложила оливковую ветвь милосердия нет у вас теперь не меду не мехом поэтому прошу вас немного дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани как мой муж поэтому то и прошу у вас мало жители к растению были вне себе от радости и охотно исполнили волю княгини несчастью для них пламя мести ольги не угасла она приказала своим солдатам прикрепить каждой птице маленький кусочек серы завернутый в ткань и привязаны к фитилю когда наступила ночь она приказала зажечь фитили и выпустить птицы на свободу пролетая обратно над коростеньем с горящими перьями на хвосте воробьи и голуби подожгли весь город охваченные паникой и сломленные жители к растению бежали из своего города на выходе их встретила ольга со своей армии часть убили на месте часть захватили в плен княгиня ольга была чем-то большим нежели простой убийцы течение многих лет после уничтожения древлян она зарекомендовала себя как эффективный уважаемый глава государства праве киевской ручью в качестве регента от имени своего маленького сына святослава она активно строила поселение в северных регионах своего княжества одновременно положив конец вечно ненавистной системе взымания дани заменив ее более регулируемой системой налогообложения как искусный дипломат она поддерживала хорошие отношения с торговыми партнерами самым важным из которых был восточный рим девятьсот пятьдесят седьмом году она отправилась константинополь с дипломатической миссией для переговоров с императором константином седьмым там она приняла христианскую православную веру и была крещена мы не знаем какова была мотивация ольги но вероятно это было сделано ради политической и экономической выгоды она предприняла частичную попытку поощрять христианство на руси построив церкви по всему своему княжеству но все равно ее подданные в основном придерживались своих политеистических верований какие бы успехи не были достигнуты христианство они были сведены на нет в девятьсот шестьдесят четвертом году когда регенство ольги закончилось и молодой смутьян князь святослав занял киевский престол манерах и одежде святослав больше походил на своих славянских и тюркских подданных чем на своих скандинавских предков судя по всему жестокое детство святослава сделала его холодным и безжалостным он отверг веру своей матери полагая что обращение христианство лишит его уважения языческих воинов с которыми он ездил верхом и остался верен славянскому пантеону правление святослава будет определяться постоянным нескончаемым завоеванием то время как его мать продолжала заниматься бюрократическими делами княжества молодой князь проводил свои дни верхом со своей верной дружиной совершая набеги и грабя соседние народы святослав и его воины путешествовали без палаток повозок или котлов они жили за счет земли добывая то что им было нужно для выживания по праву грабежа или охотясь на дикую дичь в популярной легенде его сравнивали со снежным барсом потому что он двигался легко и наносил быстрые удары первой целью крупного завоевания молодого князя была земля еврейских тюркских владык он и его воины рассыпались веером по евразийской степи город за городом племя за племенем заставляя народы хазарии подчиниться правлению руси или быть уничтоженными святослав нанял тюркских наемников из других племен используя их мастерство в конном бою чтобы противостоять столь же искусным хазарским конным лучником 965 году русские воины взяли штурмом и уничтожили невероятно процветающие торговые города саркел и кирч функционально это был конец искалеченных безвозврат на хазар их империя больше никогда не восстановится последний смертельный удар был нанесен девятьсот шестьдесят девятом году когда их столица ватилия была разрушена за год до этого послы восточной римской империи обратились к русскому князю с предложением в обмен на солидную дань в 500 килограммов золота святославу было предложено принять участие в совместном вторжении на врага римлян могущественных дунайских булгар виде возможность для богатства войны и славы святослав охотно принял римскую дань и собрал 60-тысячную армию из скандинавов славян и печенекских наемников как и его предки он ударил подобно молнии с небес уничтожив армии булгарского хана бориса второго и быстро завоевав всю северную болгарию император иоанцы мисхи быстро понял что заключил сделку с дьяволом святослав становился слишком могущественным и его мародерствующая армия не остановилась бы на одной болгарии а вполне могла бы ворваться к воротам самого константинополя зная что киев практически беззащитен римляне подкупили печенегов чтобы те предали святослава и осадили город печенеги оказались беспринципными перед лицом римского золота и быстро ворвались сердце киева осадив столицу рюриковичей уже пожилая ольга тем не менее смогла возглавить своих людей и продержаться против тюркской орды до тех пор пока святослав не смог вернуться со своей армией прогнав печенегов обратно на их степную родину ольга умерла от болезни вскоре после осады и была тихо похоронена на освященной земле как того требовала христианская традиция после смерти она была причислена к лику святых как святая ольга и по сей день она почитается православной церкви тем временем римляне не удовлетворившись тем что ткнули медведя только один раз потребовали чтобы вся территория завоеванная русами в болгарии была передана императору в константинополе поскольку святослав вторгся болгарию именно от их имени святослав отказался и начал вторжение византию с огромной армией скандинавов славян мадьяр и отрядов верных печенегов и булгар коалиция русов разбила ворота адрианаполя но была разбита римским контрнаступлением в битве при аркадиополе в девятьсот семидесятом году князь рюриковичей был вынужден отступить до расталон где он продержался против римлян 65 дней но отрезанный и окруженный в конце концов был вынужден заключить с ними мир отказавшись от своих завоеваний опасаясь что перемирие со святославом не продлится долго византийский император побудил печенегского хана курью убить русского князя до того как тот доберется до киева и при попытке пересечь катафракты на острове хортица он и его свита были осуждены градом тюркских стрел святослав был убит засаде и согласно легенде его череп был превращен сосуд и отдан печенегскому хану после смерти князя святослава в девятьсот семьдесят втором году русь была разделена между его сыновьями старший ярополк правил из традиционной столицы киева средний ребенок олег правил богатой землей древлян племени которое было полностью подчинено его бабушки ольги наконец младший из троих владимир правил из северной столицы новгорода незаконно рожденный сын рабыни он был в тени двух своих сводных братьев каждый из них находился под влиянием меньших владык бояр например владениями владимира управлял его дядя по материнской линии амбициозная добрыня то время как владениями ярополка управлял один из ветеранов святослава норвежский военачальник свинельд с тремя марионетками управляемыми амбициозными людьми киевское государство было пороховой бочкой которая только и ждала чтобы ее подожгли согласно легенде это искра вспыхнула где-то в девятьсот семьдесят четвертом году когда сын свинельда люд забрел на охоту в земли древлян и был обнаружен олегом который потребовал рассказать у кого хватило наглости выкрасть дичь из его леса люд представился сыном свинельда и был незамедлительно казнен олегом мы можем предположить что это было сделано по указке его собственных коварных бояр вернувшись киев свинельд был в ярости из-за смерти своего сына и оказал огромное давление на ярополка чтобы тот начал войну с олегом норвежским регентом двигало как жажда мести так и перспектива контроля над богатым древлянским лесом поначалу колебавшийся ярополк в конце концов подчинился воле свинельда и в девятьсот семьдесят шестом году повел свои войска на древлянскую территорию силы олега были разгромлены князь бежал со своей армии в город овруч где безумной паники они шли по головам друг друга чтобы перебраться через узкий подъемный мост и укрыться за городскими стенами ярополк и свинельд прибыли на день позже и потребовали чтобы овруш выдал князя олега вместо этого горожане указали на свой внешний ров выяснилось что в панике олега как и многих его людей столкнулись подъемного моста где он утонул в мутной воде согласно легенде ярополк приказал вытащить труп своего брата из трясины и положить поверх чистого ковра тяжело плача он обратился к свинельду радуйся теперь твое желание исполнилось новгороде известия о случившемся получил князь владимир узнав что ярополк скорее всего нападет и на него он бежал в норвегию чтобы найти убежище у своего родственника короля хакана сигурдсона воспользовавшись этим бегством ярополк посадил новгороде лояльных ему бояр фактически тем самым захватив контроль над всей киевской русью владимир однако в своем изгнании не бездействовал проявив харизму юноша набрал армию воинов норвегии и отплыл обратно в новгород со своими викингами выгнав бояр ярополка и отправив сообщение владимир идет против вас готовьтесь к войне перед своим походом на юг владимир хотел заключить союз с могущественным рангвальдом викинским правителем племени полоцк жившего современной беларуси князь добивался брака с дочерью рангвальда рангхильдой но был отвергнут с отвращением поскольку последнее утверждало что никогда не выйдет замуж за внебрачного сына рабыни этот отказ привел в ярость владимира и его дядю добрыню сестра которого была той самой рабыни о которой шла речь князь собрал своих наемников викингов и все славянские племена севера завоевал полоск убил рангвальда и взял раганхильду по праву завоевания затем владимир начал свой поход на юг против ярополка его армии вскоре захватили южные племена вынудив киевского князя которого упорно преследовал его мстительный младший брат бежать в город родня 11 июня девятьсот семьдесят восьмого года ярополк отказался от борьбы выйдя из городских ворот чтобы заключить мир со своим братом вместо этого он был зарублен норвежскими солдатами владимира между царствие закончилось и теперь владимир вступил в киев как великий князь руси владимир решил отметить свой триумф над старшим братом укрепив нога божия в своем царстве объединив своих последователей воздвигнув не только славянских но и скандинавских финских и даже иранских богов на вершине холма над киевом по слухам новый великий князь был архетипичным языческим военачальником он свободно пировал и враждал наслаждаясь обществом пяти жен и более восьми сотен наложниц многих из которых он захватил силы и обратил в рабство было даже известно что он участвовал в кровавых ритуалах связанных с человеческими жертвоприношениями является ли этот портрет безжалостного короля варвара правдой или предвзятым вымыслом более поздних христианских хронистов мы возможно никогда не узнаем как и его отец владимир провел значительную часть своего раннего правления видя войну девятьсот восемь первом году его армии захватили большую часть руси образовав пограничную область между русью и могущественными польскими королями пястами это был первый по значимости конфликт между проторусами и их западнославянскими братьями но как известно многим далеко не последние последующие годы владимир подавлял восстания подвластных ему племен вятичей и родимичей затем он повернул своей армии на восток к волжским булгарам разгромив их битве и подчинив себе все еще в некоторой степени находясь под влиянием своего дяди владимир превратился в правителя с которым приходилось считаться и все же несмотря на его ранние успехи над ним нависал призрак веры сейчас я должен отмотать время немного назад и обсудить распространение монотеизма на востоке обращение ольги в девятьсот пятидесятых годах стало первым реальным приобщением народов руси крестьянству однако еще за десятилетия до этого влияние монотеистических верований усиливалось государствах окружающих русь латиняне и греки франкской и византийской империи ряду с мусульманами персидского халифата аббасидов были богатыми могущественными носителями благородного культурного наследия таким образом бывшие они мистические и языческие народы от центральной европы до восточной степи начали обращаться в свои монотеистические религии чтобы заслужить себе законное место политическом мире этих экономических и культурных тяжеловесов хазары были одними из первых кто последовал этой тенденции до их уничтожения от рук князя святослава их правящая элита приняла иудаизм древнейшую из авраамических религий тем временем их соседи племена волжских булгар приняли ислам в 922 году стремясь установить более тесные связи со своими важнейшими торговыми партнерами в багдаде аббасидов христианство начало продвигаться вперед 860-х годах когда два брата миссионера кирилл и мефодий отправились из своей родной византии распространять православный христианский обряд среди славянских народов они отправились земли великой моравии где выучили местный западнославянский язык и создали для него письменность основанную на греческих буквах известную как глаголицы используя свой новый алфавит качестве краеугольного камня они стандартизировали многие западнославянские диалекты в старославянский язык который стал их новым богослужебным языком теперь когда западные славяне могли посещать церковные службы на знакомом им языке они были обращены в христианство католический обряд в моравии в конечном счете возобладал но славянское христианство нашло успех в других странах дунайские булгары приняли греческое православие 864 году но не хотели становиться слишком зависимыми в культурном отношении от своих давних византийских соперников в результате они приветствовали учеников кирилла и мефодия на своих землях приняв в качестве официального языка своего народа славянский церковный язык вместо византийского греческого что является одной из причин по которой возможно тюркские болгары сегодня говорят на славянском языке более того булгары упростили громоздкую глаголицу до чего-то более легкого до кириллицы названные посмертно в честь кирилла князь владимир постепенно осознавал что когда его бабушка ольга обратилась десятилетиями ранее это не было признанием слабости а было актом хитрости война принесла славу руси но торговля и коммерция были источником ее жизненные силы киевские князья поддерживали торговые отношения со своими соседями но для того чтобы углубить свои связи с богатейшими царствами евразии им нужен был монотеизм летопись снестро рассказывает нам легенду об обращении владимира девятьсот восемь седьмом году великий князь отправил послов узнать об иудаизме исламе латинском и греческом христианстве чтобы выбрать какая вера лучше всего подойдет его народу иудаизм не произвел впечатление на владимира но он лаконично поинтересовался почему народ изгнанный из своей родины может быть образцом для подражания ислам также не произвел большого впечатления поскольку вместо того чтобы отправиться великий город багдад посланники руси узнали о вере от мусульман волжской булгарии они писали среди них нет радости только печаль и сильная зловония их религия нехороша узнав что ислам запрещает употребление алкоголя владимир заметил выпивка это радость руси мы не можем существовать без этого удовольствия тем временем русские эмиссары побывавшие западных землях франков заявили что их церкви не впечатляют и что их латинские обряды лишены красоты и только восточной римской империи посланники обрели радость константинополе они стали свидетелями всего великолепия православного ритуала в роскоши собора святой софии по возвращению они сказали своему князю мы больше не знали на небесах мы или на земле и не знали такой красоты и мы не знаем как рассказать об этом владимира подкупил путь византийского христианства и будущее русского народа было решено несмотря на эти легенды истинной причиной выбора владимира скорее всего был прагматизм из всех земель в которых отправились его посланники восточный рим был самым близким и богатым и кроме того экспедиция игоря и олега уже обеспечили им рабочие хотя и шаткие отношения с греками таким образом владимир мог выиграть и политически и экономически выбрав восточное православие вместо ислама иудаизма или латинского обряда великий князь душе все еще был воином и хотел обратиться в христианство на своих собственных условиях с этой целью он двинулся со своей армией на юг и взял византийский город херсонес на оконечности крым с этой позиции власти он сделал смелое предложение византийскому императору василию второму я узнал что у тебя есть незамужняя сестра если ты не отдашь ее мне я поступлю с константинополем также как с херсонесом для восточных римлян было почти неслыханным чтобы византийскую принцессу выдали замуж за какого-то северного варвара однако василий был занят подавлением восстания в своей империи сражаясь мятежным генералом варда фока он был не в том положении чтобы открывать еще один фронт против русов это был определенно лучший вариант сделать из них союзников таким образом римский император согласился выдать свою сестру с двумя оговорками во первых владимир пошлет военную помощь чтобы помочь ему подавить восстание фоки а во вторых русский князь примет православие что он собственно и сам собирался делать 988 году сделка была заключена владимир принял крещение в херсонесе отказавшись от своих многочисленных жен и женившись на принцессе анне затем он отправился домой вернув город грекам верную своему слову владимир отправил отряд из шести тысяч скандинавских воинов через босфор где они подавили восстание фоки эти северные войны произвели на византийцев такое впечатление что варяжские наемники стали главной почетной охраной восточно-римских императоров на долгие века тем временем первым делом владимир крестил своих сыновей и бояр затем он разбил идолов на холмах над киевом который он сам возник всего 10 лет назад на каждой улице столицы городские глашатые объявили что по указу князя каждый мужчина женщина и ребенок должны прийти на берега реки где все они будут крещены в массовом порядке некоторые пошли добровольно в то время как некоторых вынудили угрозами насилия каким бы не был метод все киевляне были крещены в водах днепра первоначально огорченная тем что ее вынудили выйти замуж за жестокого варвара принцесса она стала видеть в себе святой долг на протяжении всего своего правления в качестве великой княги не она служила главным религиозным советником своего мужа и основала несколько церквей славяне называли ее царевна из-за ее имперского наследия и вскоре она стала одной из самых любимых царец христианство вскоре распространилась за пределы центра киева во все уголки русского царства греки одолжили владимиру многих архитекторов которые построили церкви в византийском стиле там где когда-то стояли святилища перу на велеса и стри бога тем временем донуапские булгары тоже послали своих священнослужителей на север народы руси вскоре стали благосклонно относиться к литургии болгар чей старославянский язык был гораздо более тесно связан с их древним языком чем новозаветный греческий вместе с церковнославянским языком получила распространение и кириллица которая по сей день используется в россии и за ее пределами это массовое обращение было не совсем мирным поскольку многие все еще цеплялись за старых богов в новгороде согласно завещанию своего племянника христианскую веру распространял престарелый добрыня однако на него напала свирепая языческая толпа которая подожгла его дом и убила его жену конце концов старый регент огнем и мечом заставил город обратиться в христианство отдельные районы руси несомненно какое-то время придерживали старых обычаев но концу правления владимира все крупные города и торговые центры стали христианскими путем убеждения или силы остальная часть правления князя владимира прошла относительно без происшествий течение почти двух десятилетий русь поддерживала стабильный мир со всеми своими соседями единственным исключением были тюркские печенеги чьи конные лучники почти регулярно совершали набеги на киевские земли в ответ владимир построил сеть крепостей на реках граничащих с восточными степями чтобы отражать их набеги это было последней главой долгой борьбы между русью и степными народами на их периферии последние годы жизни о владимире говорили что он был очень добрым правителем соответствии с христианскими заповедями он оказывал милостыню бедным и больным часто ездил в отдаленные города и пытался помочь тем кто находится далеко он скончался от естественных причин в 1015 году оставив после себя страну сильно отличающийся от той которую он унаследовал 30 лет назад русь больше не было страной военачальников и соплеменников теперь это была настоящая христианская империя соперничающая лицом к лицу с преемниками греков и римлян в экономическом и культурном влиянии у великого князя владимира было много жен и наложниц а от них и много сыновей некоторые из них были более любимы чем другие самым амбициозным из этих сыновей был святополк продукт вынужденного союза владимира с греческой монахини святополк никогда не испытывал отцовской любви будучи в юности женат на дочери польского герцога болеслава и отправлен прозябать в захолустный туров в молодости он пытался восстать против владимира но в итоге оказался в тюрьме однако вскоре он был освобожден и узнав о смерти отца немедленно отправился в киев чтобы заявить право на трон что он и сделал в конце 1015 года святополк вскоре обнаружил что у него нет поддержки киевлян они поддерживали его сводных братьев бориса и глеба которые правили городами ростов и муром борис всегда считался очевидным наследником киевской руси поэтому когда святополк захватил столицу его бояре призвали его изгнать узурпатора и занять свое законное место на киевском престоле князь ростовский отказался и великодушно ответил если кто скажет и я люблю бога а брата своего возненавидит то он лжец не мне поднимать на него руку теперь когда мой отец скончался пусть он займет место моего отца в моем сердце можно было бы предположить что это успокоило бы параною узурпаторов но святополк послал своих бояр которые поймали бориса и жестоко расправились с ним и его свитой согласно легенде борис знал что его убийцы приближаются но отослал своих солдат прочь смирившись со своей судьбой чтобы предотвратить кровопролитие затем исполнители настигли князя глеба на реке смядынь это был собственный повар глеба которого подкупили чтобы перерезать ему горло за эти убийства святополк заслужил себе прозвище окаянный как и его дядя ярополк до него святополк устранил своих братьев и захватил контроль над киевским царством но также как и ярополк он не учел старую столицу новгород и молодого князя который там правил князь ярослав был одним из младших детей покойного владимира юный князь провел свои ранние годы развивая навыки необходимые для того чтобы быть решительным лидером поддерживая отношения со своими родственниками в скандинавии чьи саги упоминают его как я рис лейфа хромого вероятно из-за его хромоты которую он получил от ранения стрелой в юности что свидетельствует о его боевом опыте ярослав не побоялся заявить о себе конце правления владимира он отказался платить дань и война между отцом и сыном была прервана только смертью владимира ярослав был достаточно проницателен чтобы понимать что он тоже скоро окажется под угрозой при повороте событий до жути похожим на приход к власти его отца 35 годами ранее молодой новгородский князь выступил против своего брата убийцы с отрядом северных славянских рекрутов и наемников викингов цветополк собрал свои силы и нанял армию печенекских всадников две армии встретились под любичем ни одна из сторон не осмелилась пересечь днепр и в течение нескольких недель они пристально следили друг за другом стоя на берегу какой-то момент во время противостояния люди святополка начали насмехаться над ярополком за его инвалидность и называть его людей плотниками они воинами что пришли с хромцом этим вы плотники поставим вас хором и нам ставить глубоко разгневанные воины ярослава переправились через реку и разгромили южан жестоко рукопашной схватки затем ярослав вступил в киев объявив себя новым великим князем всея руси а святополк бежал на запад у святополка были могущественные союзники в польше его тесть теперь был королем при поддержке были слава и немецких и венгерских наемников окаянный князь вернулся захватив киев и вынудив ярослава вернуться в новгород жестокая гражданская война продолжалась еще год прежде чем ярослав окончательно разгромил святополка в битве на реке альта в 1019 году святополк умер от болезни отступая обратно в польшу ярослав вновь вступил в киев объявив себя великим князем киевская русь которую ярослав взял под свой контроль была землей сильно отличающийся от той которую унаследовал его отец исчезла прежняя свободная конфедерация данников сменившиеся централизованной христианской империи ярослав знал что он не может править своим царством как военачальник рюриковичи поэтому он решил стать справедливым монархом правящим на столпах теологии учености и права старые способы сурового языческого правосудия больше не подходили христианскому правителю поэтому ярослав руководил составлением первого кодекса законов руси смертная казнь стала более редкой и наказания стали основываться на стандартных штрафах тюремном заключении и конфискации правовая основа заложенная ярославом стала известна как русская правда русское правосудие и служила основой русского права на протяжении веков ярослав также поощрял грамотный среди своих бояр обучая их детей читать писать и ценить тонкости библейского писания он построил школы и выделил большие средства на копирование рукописи что в то время было чрезвычайно дорогостоящим занятием его правление были открыты первые монастыри руси а киев вскоре стал одним из крупнейших городов европы центром международной торговли и высшего образования соперничающим с мощными центрами константинополя и багдада несмотря на это правление ярослава по-прежнему определялась гражданской войной и внешними завоеваниями 1024 году его сводный брат князь мстислав тму тараканский воспользовался его отсутствием чтобы начать торжение стеслав не смог пробить стены столицы но ему удалось подчинить внутренние районы вокруг нее переместив свою базу власти в чернигов процветающий город прямо на пороге киева великий князь нанес ответный удар при содействии норвежцев посланных шведским королем анундом якобы он нанес яростный удар по чернигову но был решительно разбит армии мстислава в результате ярослав был вынужден уступить значительную часть своего царства своему сводному брату к счастью ярослав вскоре смог изменить свою судьбу установив рабочие отношения с мстиславом несмотря на их недавний конфликт вместе они начали кампанию против поляков в 1030 году отвоевав червенские города которые были завоеваны королем болеславом во время его союза со святополком позже ярослав заключил мир с князем казимиром восстановителем выдав свою сестру марию добронегу замуж за польского монарха в 1043 году отношения между самыми могущественными нациями восточной и западных славян какое-то время оставалось стабильным 1036 году стислав заболел во время охоты и умер воспользовавшись безвременной кончиной ярослав смог восстановить контроль над всем русским княжеством и не то чтобы у него было много времени почивать на лавах поскольку столица руси киев стояла как памятник богатства соблазняя любые воинственные народы попытаться его захватить 1036 году традиционные враги руси орда печенегов прискакали из своих степей чтобы осадить великую столицу точно так же как они это сделали полвека назад ярослав был в новгороде когда услышал эту новость и можно только представить какую ярость он должно быть испытывал в этот момент этого было достаточно печенеги слишком долго были занозы в боку руси ярослав немедленно поскакал на юг сформировав армию состоящую из новгородцев киевлян и большого контингента варягов встретив врага за стенами киева где столкнулись две армии после изнурительной борьбы тюркская орда была разгромлена эта победа была настолько решающей что с этого момента печенеги больше никогда не появлялись как значимый игрок в истории руси в ознаменовании своего триумфа князь ярослав заказал строительство жемчужины киевской короны софийского собора ярослав также предпринял множество внешних походов за счет литовцев эстонцев и кареллофинов конце своих завоеваний он значительно расширил границы киевской руси превратив ее в настоящую империю дополнение к своим военным победам великий князь также расширил дипломатическое влияние киевской руси дальше чем когда-либо прежде посредством серии брачных договоров помимо женитьбы своей сестры на короле польши его сын всеволод был женат на дочери императора константина 9 мономаха анастасии и он завещал своих трех дочерей генриху первому французскому андрею первому венгерскому и знаменитому королю харальду гардроду норвежском эти союзы обогатили русь углубив ее торговой связи с западной европы и интегрировав киевское царство более широкий христианский мир однако по мере того как великий князь старел и слабел он начал опасаться за свое будущее у пожилого ярослава было семеро сыновей и вскоре он понял что после его смерти они будут вести бесконечную череду гражданских войн попытки это предотвратить ярослав разделил киевскую русь между своими сыновьями предоставив каждому из них часть своих земель для самостоятельного правления теории его старший сын изяслав ярославич был очевидным наследником престола великого князя но на практике он был равен по власти своим братьям князьям черниговским перьяславским новгородским волынским смоленским и туровским ярослав умолял своих сыновей поладить и действовать в общих интересах 1054 году он скончался и золотой век киевской руси подошел концу первая угроза единства руси пришла в виде грохота копыт из степи ярослав разгромил печенегов но всего чего он добился это оставил их южные луга открытыми для их более свирепых и многочисленных собратьев половцы были во многом похожи на другие дюркские народы отличные конные лучники воинственные докрайности русы называли их половцами от славянского полюс поле хотя существуют и другие этим логические объяснения они называли себя кипчаками а землю которую они захватили дэшто кипчак 1061 году половцы вошли в понто-каспийскую степь а семь лет спустя они решительно разгромили русские армии киева чернигово и перьяславли на реке альта это позволило им установить господство над большей частью южных степей перекрыв руси доступ к верховьям дона волги и днепра важнейшим торговым путям на которые они полагались на протяжении поколений после битвы по всему княжеству вспыхнули восстания и гражданские войны народное восстание вынудила изи слава бежать в польшу год спустя он вернулся в киев с помощью польской армии но в 1078 году был убит в бою своими племянниками но теоретически это не должно было нанести ущерб княжеству тюркские набеги и гражданская война не были чем-то новым для руси владимир и ярослав свое время имели дело и с тем и с другим и сохранили целостность своей территории однако на этот раз не было великого князя который привел бы русь обратно к славе другие внешние факторы привели к политическому и экономическому застою киевского княжества еще в 1054 году христианский мир был разделен великим расколом когда православный патриарх константинополя официально разорвал связи с католическим папой в риме и как единоверцию православная русь встала на сторону патриарха в результате торговые связи которые ярослав когда-то поддерживал западной европой пришли в упадок латинский мир стал воспринимать русов как еретиков византия тоже уже не была тем могущественным союзником как когда-то 1071 году восточные римляне оказались потрясены до глубины души когда в результате серии гражданских войн последовавших за опустошительным вторжением турок сельджуков они потеряли большую часть своей территории между этим и половцами отрезавшими наиболее процветающие речные торговые пути поток богатств в земли руси значительно сократился в целом русь становилась все более изолированной ветви семьи рюриковичей стали более многочисленными и поскольку киев уже далеко не был центром международной торговли каким был когда-то эти мелкие князья начали отождествлять себя с региональными интересами они с русским государством в целом по мере того как киев приходил в упадок функционально автономные княжества и республики владимира суздаль новгород и галич волынь стали главными центрами силы восточнославянском мире эту волну раздробленности остановил владимир мономах последний по-настоящему великий князь киевской руси ему удалось некоторой степени объединить разоренных русских князей под главенством киева в 1095 году и даже удалось ненадолго переломить ситуацию против половцев одержав пару побед над одним из их самых могущественных ханов боняком в 1107 и 1114 годах однако правление мономаха оказалось исключением из правил правление его сына князем стислава владимировича являлась мрачным возвращением к прошлому сопровождающимся постоянными войнами с половцами эстонцами литовцами и мятежными княжествами рюриковичей ко времени его смерти в 1132 году люди все еще на словах поклонялись киеву реальность была такова что единство руси было мертво но несмотря на все их беды их самые мрачные дни были еще впереди весна 1223 года маленькая лесистая деревушка заруб на берегу нижнего днепра там в окружении своих приближенных выседает надменный мстислав третий великий князь киевский титул который уже давно перестал иметь какое-либо реальное значение он смотрит на группу из десяти посланников выносливых раздражительных людей внешне мало чем отличающихся от других языческих кочевников они требуют немедленной выдачи половцев бежавших в его земли мстислав усмехается кто эти люди чтобы предъявлять требования к нему великому князю киевскому если эти монголы хотели создать проблемы то так тому и быть махом руки его дружина выходит вперед и рубит посланников это было темное время для русов но они и не подозревали что скоро станет намного намного темнее ранние истории киевской руси почти всегда омрачены тем что произошло потом приходом монголов к 1223 году великая орда чингисхана человека который не нуждается представлений распространилась по центральной азии северному китаю и ирану блестящие полководцы субэдэй и джеби сделали половцев последними жертвами монгольского наступления вынудив их бежать в земли русов проигнорировав предупреждение монголов не мешаться в дела которые их не касались великий князь принял судьбоносное решение встать на сторону своих союзников половцев высокомерно приказав казнить послов и тем самым навсегда изменив ход русской истории половцы под командованием хана хатена и русское войско во главе с князем киевским стеславом князем черниговским стеславом князем галицким стеславом и князем волынским данило объединили свои силы и выступили против монголов 15 мая 1223 года они прибыли на остров хортицы на реке днепр другие источники считают тактически нелогичным собирать так много людей на маленьком острове и утверждают что фактический пункт сбора находился на западном берегу реки источники резко расходятся в количестве людей которыми располагали коалиционные силы от 8 до 80 тысяч монголы знали о местонахождении противостоящих сил и отправили трех посланников чтобы передать сообщение о том что монголы не стремились воевать с русами и охотились только за половцами которые тоже причинили русам много страданий русские князья решили убить монгольских посланников что было серьезным нарушением монгольской яцы вскоре была отправлена еще одна группа монгольских посланников которые просто сообщили русам что теперь сторонам придется сражаться и это не вина монголов вскоре силам коалиции стало известно о монгольских аванпостах на восточном берегу днепра молодой князь данила бросился посмотреть на монгольских конных лучников которые по его мнению были плохо вооружены и экипированы и были относительно малочисленны данила сообщил об этом совету князей и призвал к нападению решение было принято и галецкий князь мстислав смелый переправился через реку чтобы атаковать монгольский форпост вместе с половецкими войсками внезапное нападение полностью сокрушила монгольские силы на месте большинство было уничтожено в то время как небольшая группа вместе со своим командиром бежала на восток к основной группе монгольской армии лидером этой группы был командир по имени гем я бег и его люди пытались спасти его от смерти спрятав куманском кургане историк стивен пол предполагает основы с на косвенных и лингвистических аргументах что гем я бег на самом деле был джебе половцы смогли найти его и впоследствии убили русы смогли захватить часть монгольских припасов включая крупный рогатый скот в то время у русских князей не было никакого централизованного командования и военное решение принимались советом несмотря на оговорки киевского князем стислава было принято решение преследовать убегающих монголов это преследование продолжалось восемь или девять дней возглавляли его половцы вместе с галичанами и волынцами за ними шли остальные галичане под командованием стислава смелого за ними следовала черниговская армия и наконец киевские войска под командованием стиславом стиславовича в тылу наконец монгольские войска развернулись и остановились у реки калка неизвестно было ли это бегством отчислено превосходящих сил или искусной приманкой чтобы обмануть русско-половецкую коалицию и заставить ее преследовать их на более благоприятных для монголов территориях и создать иллюзию слабости монгольской армии также не совсем ясно где находилась река калка но считается что это река кальмиус впадающая в азовское море недалеко от современного украинского города мариуполь течение нескольких дней совет князей спорил о плане сражения но из-за отсутствия центрального командования им не удалось прийти к соглашению и каждый князь сам решал что делать что стало серьезным ударом для русско-куманской коалиции монгольская армия состояла из трех групп субэдей возглавлял центр джебе возглавлял правый фланг время как цугир хан и тэши хан находились на левом фланге вместе с бродниками бродники по-русски означает либо люди бро то либо бродяги и вероятно относится к воинам которые присоединились к субэдэю во время его кампании на северном кавказе кавалерийские подразделения субэдэя насчитывали 500 человек с пятью рядами по 100 всадников во всех подразделениях первые два ряда состояли из тяжелых кавалеристов вооруженных мечами задние три ряда состояли из легкой кавалерии вооруженной луками половецкая армия почти полностью состояла из лучников русская армия использовала конных лучников из-за своего опыта ведения степной войны а также имела тяжелобронированную кавалерию похожую на западноевропейские армии битва на реке калка произошла 31 мая 1223 года утром русско-половцы одержали победу над авангардом монгольской армии который значительно опережал основную часть монгольских сил после того как мстислав смелый и данила галецкий и половцы под командованием хана хатана переправились через реку и атаковали черниговские войска в этот момент все еще пересекали реку хан хатан продолжил преследование образовав авангард с войсками волыни и галичан монгольская тяжелая кавалерия атаковала половецкую армию и очень быстро их разгромил после этого они атаковали волынцев шквальным огнем из луков за которым последовала атака тяжелой кавалерии луцкий князь мстислав пытался помочь но этого было недостаточно так как волынцы также потерпели поражение половцам и волынцам пришлось покинуть поле боя и бежать к реке где в то время мстислав галецкий готовил свои войска к битве а черниговская армия все еще находилась процессе переправы через калку за бегущими войсками коалиции последовали монгольские кавалерийские лучники паника бегущих солдат которая пробежала сквозь остальные войска коалиции вызвала панику среди них мстислав галецкий попытался оказать сопротивление но поскольку боевые порядки уже были разрушены вскоре он был окружен монгольской армии имевший значительное численное преимущество вскоре они начали убегать под яростным обстрелом монгольских луков виде развал русско-половецкой армии мстислав киевский приказал своим людям войти в лагерь который был наспех укреплен повозками и другими подходящими для этого предметами цугир хану и тэши хану было приказано осадить киевский лагерь в то время как остальная часть монгольской армии преследовала бегущих русских князей и нанесла им тяжелый урон киевляне оказались тяжелом положении так как монголы постоянно стреляли в них из луков что приводило к большим потерям они сопротивлялись до тех пор пока не кончилась питьевая вода тогда лидер бродников плоскыня договорился о капитуляции с мстиславом киевским в обмен на выкуп киевляне согласились осада закончилась но монголы нарушили свое обещание они убили солдат при этом заключив князей в тюрьму а затем казнив их во время монгольского пира в качестве возмездия за убийство их послов после этого субэдэй вернулся обратно на восток однако теперь монголы располагали подробные информации о землях политики и армиях славян 1227 году великий хан чингисхан умер и ему наследовал его сын угэдэй воодушевленные новым руководством монголы потратили следующие несколько лет на то чтобы покончить с империями харэзм и дзынь 1235 году хан угэдэй созвал курил тай своих князей и военачальников и решил что их следующий театр экспансии находится в землях куманских кипчаков волжских булгар и конечно же руси силы вторжения которые были собраны возглавлял субэдэй вдохновитель победы на реке калка двенадцати годами ранее и батый внук чингиса рядом с ними было и много других внуков чингиса в том числе гуюк и мунке причина такого звездного вторжения была проста как предупреждал брат хана угэдэй чагатай там на краю света суровые люди эти люди когда впадают в гнев скорее умрут от своих собственных мечей монголы отказывались недооценивать народы запада осенью 1236 года в центре монголии была собрана армия численностью в 100 тысяч человек состоящая из этнического монгольского ядра и контингентов из уйгуров тангутов киданий и джурджений это войско состояла преимущественно из всадников кочевников но также включала в себя элементы китайских осадных инженеров призванных подчинить обнесенные стенами городе руси великая орда батыя и субэдея выступила вперед и традиционные враги киевской руси волжские булгары и половцы с которыми князья рюриковичей боролись веками менее чем за месяц оказались под монгольским сапогом русские княжества находились в ужасном положении как я уже говорил они были печально известны своей разобщенностью киевский князь мстислав 3 был достаточно влиятельен чтобы объединить коалицию княжеств для борьбы с первой экспедиции субэдея в 1223 году но даже эта армия сражалась как отдельные подразделения верные лишь своим князьям и этот недостаток стоил ему битвы таким образом когда баты выступил на земли руси он увидел необъединенный народ стоявший против него а ряд костяшек домино готовых упасть одна за другой декабре 1237 года монгольская орда достигла города рязань который несмотря на значительное численное превосходство решил оказать сопротивление захватчикам китайским катапультам потребовалось всего пять дней чтобы пробить городские стены последовавшая за этим резня была описана в современной новгородской летописи отражающий ужас того времени они убивали мужчин женщины детей монахов монахинь и священников некоторых огнем некоторых мечом они насиловали жен монахинь и священников женщин и девочек присутствие их матерей и сестер следует отметить что юрий всеволодович князь великого города владимир стоял в стороне пока горела рязань то время как правящий князь рязани был убит во время резни его брату роману игоревичу удалось спастись бежав со своей дружиной вдоль реки аки упорно преследуемый отрядом монгольской армии во главе с кюльханом сыном чингиса именно здесь владимирский князь юрий наконец вмешался направив войска для спасения бегущей русской знати они остановились у города коломны где потерпели поражение и были убиты однако в бою кюльхан все же был сражен его смерть ознаменовала переломный момент монгольском нашествии некоторые историки предполагают что великий князь юрий планировал подчиниться великому хану и его капитуляция возможно вдохновила бы других князей сделать то же самое избавив их от смерти и разрушений теперь этот вариант был исключен поскольку смерть чингизида не могла остаться безнаказанной в начале 1238 года монголы провели кампанию по большей части северного центра киевской руси совершив многочисленные зверства нескольких населенных пунктов включая разграбление незначительного маленького городка известного как москва великий город владимир суздаль подвергся нападению феврале но пал только три дня спустя юрий бежал на север но был разбит туменом монгольских вассалов у реки сид в сражении больше похожим на резню чем на настоящую битву с его смертью умерла и надежда на какое-либо объединенное русское сопротивление врагу понимая это батухан разделил свою армию на контингенты приказав каждому сеять хаос по всей северной руси течение следующих нескольких месяцев 14 городов пали и впоследствии подверглись массовым убийством и разрушением успех монголов был обусловлен несколькими ключевыми факторами во первых восточные славяне веками избегали строить свои поселения на возвышенностях а равнинная местность окружающая их оседлые города делала их легкой мишенью для монгольских осадных орудий во вторых китайские осадные инженеры использовали усовершенствованные катапульты которые были чрезвычайно эффективны при разрушении деревянных и земляных стен типичного русского города в третьих и это самое главное была постоянная разобщенность русского народа они были настолько поглощены своим соперничеством что с радостью наблюдали за тем как монголы уничтожают их соседа только они очень сильно удивлялись тот момент когда монголы доходили до них чтобы справиться с этим разрушением русь стала воспринимать монголов не как очередного врага из степи а как сверхъестественное наказание от бога так сказано в новгородской летописи бог попустил язычников на нас за грехи наши мы всегда обращаемся к козлу как свиньи вечно барахтающиеся в грязи греха и за это мы получаем всевозможные наказания от бога и вторжение мы тоже принимаем по повелению бога как наказание за наши грехи конечно же это не означало что люди перестали бороться одним из таких примеров является история о двенадцатилетнем мальчике князе василий чернигов скам который несмотря ни на что сумел продержаться своей столице козельске почти два месяца только с гражданским ополчением даже сумев провести успешную вылазку за пределы своих стен где они вырезали тысячи монгольских войск уничтожили осадную технику и зарубили сыновей трех монгольских командиров но они не могли отсрочить неизбежно козельск вскоре пал и василий был убит вместе со всеми своими подданными тем не менее доблестная защита со стороны детей произвела такое впечатление на монголов что они стали называть козельск злым городом и никто не осмеливался упоминать его название в их присутствии более того русские народные сказки полны дерзких но в конечном счете обреченных попыток остановить наступление монголов одной из фигур чья история возникла в результате монгольского похода является евпатий калаврат русский богатырь чья история является архетипической русской сказкой о благородной месте евпатий гостил чернигове когда зимой 1237 года его родной город рязань был предан огню вернувшись домой и увидев что его дом превратился в обугленные руины а его люди мертвы он поклялся кроваво отомстить хану батыю собрав небольшую армию из 1 1700 выживших он преследовал хана атаковав арьерград орд и уничтожив тысячи монгольских войск в ответ бату хан послал своего родственника хаставрула охотиться на этого таинственного врага евпатий убил хаставрула в единоборстве а затем в ярости начал рубить всю свиту генералов прежде чем наконец был убит издалека осадным оружием как гласит легенда бату хан выказал неохотное восхищение храбростью евпатия и в знак уважения вернул тела воинов вражеским солдатам и позволил им вернуться в свои дома по правде говоря истории подобные истории князя василия и евпатия в разной степени романтизированы тем не менее в этих рассказах о русском сопротивлении монгольскому господству есть по крайней мере крупица реальности конце концов киевская русь была нации основанной воинами поэтому вполне разумно полагать что среди восточных славян были храбрые души которые были готовы заставить монголов проливать кровь за каждую пять захваченной ими земель осенью 1238 года бату отступил чтобы дать отдых своей армии оставив позади разоренную северную русь луга юга россии украины и плодородные северные побережья черного и каспийского морей пока оставались нетронутыми на берегах днепра стоял киев культурное сердце восточнославянского мира как памятник о давно минувшем золотом веке после краткого отдыха поход батухана продолжился прогремев по понтийской степи после покорения различных народов крыма и кампании против черкесов на кавказе они повернулись в сторону руси в марте 1239 года город перья славыль был предан огню следующим был чернигов в отличие от многих других жители этого города собрались за стенами чтобы храбро встретиться с монголами в жестокой битве как и следовало ожидать они были убиты после этого стены были разрушены и обычные граждане подверглись массовой резне таким образом ворота в киев были открыты монголы были полностью осведомлены о культурном развитии киева а также о силе и престиже которые он излучал на протяжении веков к этому моменту киевский князь михаил черниговский бежал венгрию оставив своего воеводу дмитрия отвечать за оборону монголы отправили послов с требованием подчинения но дмитрий приказал их казнить и конечно мы уже все знаем что это могло означать после короткого похода чтобы починить иранских аланов монголы вернулись киев зимой 1240 года переправившись через замерзший днепр и осадив город городские стены были быстро превращены в руины китайскими катапультами и захватчики хлынули в город произошли жестокие уличные бои в рукопашно и дмитрий в конце концов был вынужден отступить со своими защитниками к церкви при святой богородице то время как мирные жители укрылись в ее стенах когда десятки перепуганных киевлян забрались на верхний балкон церкви чтобы защититься от монгольских стрел их коллективный вес подорвал инфраструктуру здания в результате чего крыша рухнула и раздавила бесчисленные души под своей тяжестью к 6 декабря борьба закончилась и киев оказался в руках монголов в редком акте милосердия воеводе дмитрию сохранили жизнь в знак признания его храбрости но остальным жителям его города повезло меньше из общей численности населения 50 тысяч человек все кроме двух тысяч были убиты сам город был предан огню из примерно 40 с значимых достопримечательностей киева только 6 остались стоять после гнева батыя на протяжении веков прошедших со времен правления князя ярослава народы киевской руси были разделены но идея общей культуры и общей империи оставалась теперь когда города матери руси превратились тлеющие руины нация основанная рюриком была мертва киевской руси больше не было после похода батуха на земли северной руси были полностью опустошены и хотя юг пострадал не так сильно его основные центры власти в первую очередь киев были разрушены очаги независимого восточнославянского сопротивления продолжали бороться большую часть десятилетия особенно в самом западном регионе галиции волыни но к 1250 году вся бывшая киевская русь была полностью под властью монголов социально-культурное воздействие которое монгольское нашествие оказало на русские и восточнославянские миры нельзя недооценивать до монголов города киевской руси были страной святых и ученых наследников некогда единой империи соперничавший с другими цивилизациями европы впоследствии все это превратилось в тлеющие развалины бледную тень былой славы завоеванный народ живущий под игом иностранных военачальников которых они считали бичом божьим однако среди всех обломков и руин одно поселение осталось нетронутым монгольским гневом это был старейший из великих городов руси сейчас я отмотаю время назад на несколько столетий чтобы контекстуализировать возвышение новгорода как автономной державы в домонгольскую эпоху как вы помните новгород был первоначальной столицей руси основанной рюриком около 860 года даже после того как преемник рюрика олег перенес столицу в киев новгород по-прежнему оставался влиятельным жители новгорода всегда были свободолюбивы поэтому когда в начале двенадцатого века киевская русь начала раскалываться старая северная столица превратилась в одну из самых динамичных независимых держав новгород правил процветающей торговой империи а сам город служил центром международной торговли это новгородское государство имела уникальную систему правления поскольку с 1136 года она была не наследственной монархии а республикой когда могущественные новгородские купцы или вечи поддерживаемые населением свергли князя всеволода мстиславича законодательная власть в новгороде контролировалась вечи формы общественного собрания состоящего из дворян духовенство купцов и простолюдинов новгороде все еще был князь но он должен был быть избран советом и при необходимости мог быть уволен но это не значит что новгородские князья теряли свою власть фактически конкретный князь становился одним из величайших военачальников средневековой руси а для многих спасителем русской культуры и веры 1220 году в династии все владовичей правивших переславлем а затем владимиром родился мальчик известный как александр молодой князь провел свои детские годы учась сражаться и руководить вероятно именно из-за этой родословной в 1236 году отец поселил его в новгороде и городской совет избрал его своим князем умоляя молодого дворянина взять на себя руководство военными делами города это был невероятно трудный этап для 16-летнего подростка поскольку город переживал кризис на востоке неудержимая орда батухана с грохотом неслась по сердцу руси это что монголы придут новгород было лишь вопросом времени на западе ситуация была столь же нестабильной поскольку начиная с 12 века различные латиноамериканские христианские державы продвигались к северу европы викинги скандинавии отказались от своих старых богов в середине тысячи сотых годов и стали христианизированными что позволило им расширяться под предлогом священного крестового похода королевство швеция начала торгаться финляндию утверждая что она обращает язычников регионов христианство и к 1216 году папа римский признал шведский сезеренитет над финляндией эта экспансия поставила швецию на путь столкновения с новгородом у которого были экономические и территориальные интересы в карелии католическая православная церкви начали пересекаться на севере обе стороны жаждали земли и власти и считали друг друга еретиками так что назревал потенциал для войны согласно новгородской летописи летом 1240 года шведская армия во главе с епископом финляндии томасом поднялась вверх по финскому заливу на своих баркасах затем они направились к реке него с целью захвата контроля над ладожским озером оттуда нанести удар по самому новгороду как гласит история князь александр не теряя времени сплотил свою дружину и выступил против шведского войска на неве решительно разгромив западных захватчиков следует отметить что битва на неве никогда не описывалась шведских источниках и это заставило некоторых ученых усомниться в том что битва вообще произошла однако большинство сходится во мнении что это скорее всего была пограничная стычка они полномасштабное вторжение как бы то ни было юный александр одержал свою первую военную победу в возрасте 19 лет и получил прозвище невский успех александра также нажил ему врагов особенно новгородских бояр и купцов которые считали что его война ставит под угрозу хрупкие торговые отношения в регионе вскоре политическая ситуация ухудшилась до такой степени что невский и его солдаты покинули город это было не самое подходящее время поскольку шведы были не единственными католиками которые имели амбиции захватить новгородскую территорию именно сейчас мы переносим наше внимание на юг в густые леса балтийского края подобно финляндии и карелии этот регион был одним из последних очагов язычества в европе предки современных литовцев латышей и эстонцев вели войну против немецких и датских захватчиков которые пытались силой обратить их в латинское христианство к 1228 году большая часть балтийского побережья была покорена немецкими католиками за исключением эстонского побережья которое стало датским эта земля стала известна как терра мариана земля девы марии это была нестабильная колониальная граница разделенная на несколько епископств непосредственно присягнувших папе в риме но все еще населенных прибалтийскими народами которые продолжали сопротивляться католическому господству посредством партизанской войны на протяжении всей этой суматохи пара рыцарских орденов превратилась главных хищников северо-востока в латвии и ее окрестностях доминировали ливонские братья ордена меченосцев то же время к югу от них тефтонский орден вел кровавый крестовый поход против язычников старой пруссии почти полностью установив контроль над регионом однако вскоре баланс сил должен был измениться 1236 году при поддержке папства меченосцы затеяли шествия через реку даугава чтобы подчинить и обратить литовцев однако литовские племена воспользовались болотистыми лесами своей родины устроили рыцарем засаду и уничтожили их силы вторжения это поражение было настолько сокрушительным для меченосцев что их оставшимся членам пришлось ступить тефтонский орден и это позволило им вести более эффективную войну с коренными язычниками 1240 году ливонские рыцари установили твердый контроль над землями на востоке до чудского озера и теперь они соседствовали с новгородской республикой очередной раз католическая и православная сферы влияния столкнулись северной европе новгородский собор изначально разделялся во мнениях о том как бороться с постоянно вторгающимися крестоносцами первоначально славянские купцы процветали как торговые партнеры с немцами и скандинавами и смешанные браки между русскими и пришлой знатью не были редкостью эти связи с западом были причиной того что невский был вынужден отправиться в изгнание после своей победы на неве конце концов какой торговец позволил бы жаждать ему славы князю прогонять своих лучших клиентов однако отношения между востоком и западом начали портиться с 1224 года когда ливонские рыцари взяли тарту город который новгород считал находящимся в пределах своей политической орбиты крестоносцы также активизировали свои усилия по убеждению новгородской аристократии перейти в латинское христианство что вызвало раздражение славян для которых православие было сердцем их общество по мере того как дипломатия ухудшалась немецкие рыцари начали жадно взирать на богатство новгорода который в их глазах был прекрасной мишенью для не католиков примерно в 1240 году папа григорий 9 наконец санкционировал крестовый поход против новгорода надеясь что республика будет слишком занята борьбой с монголами на востоке чтобы защититься том же году ливонские рыцари штурмом взяли форпост копарье завоевав его практически без сопротивления они создали постоянные гарнизоны начали строительство каменного замка который дал понять новгородцам что рыцари пришли завоевывать теперь в кризисном режиме новгородская вещи снова обратилась князю которого они только что изгнали умоляя его вернуться невский согласился поспешив вернуться в северную столицу к тому времени когда он прибыл крестоносцы захватили город по братьям новгорода и его житницу сков в руках оккупационных сил это был кинжал направленный в самое сердце столицы александр знал что нельзя терять ни минуты и осенью 1241 года он нанес ответный удар взяв штурмом новенький замок копарье и быстро его захватив весной 1242 года он присоединился к войскам своего брата андрея и ворвался в псков отвоевав город без особых усилий вероятно потому что тефтонские рыцари в то время были заняты борьбой с монголами венгрии стремительные военные успехи невского вероятно можно отнести к его дружине элитной воинской свите которая была основным атрибутом русских князей на протяжении веков войско невского путешествовал налегке захватывая города и замки прежде чем их враг крестоносец успевал ответить способ ведения войны сродни его языческому предку святославу снежному барсу три столетия назад после этих успехов невский собрал гражданское ополчение в дополнение к ограниченной численности своей дружины и предпринял наступательный рейд в католическую эстонию разделив свою армию на контингент или совершение набегов и грабежей в сельской местности это было ошибкой так как он перенапряг свои силы и тефтоном и их эстонским союзникам удалось устроить засаду и уничтожить один из русских рейдовых отрядов засаде на переправе через реку к юго-западу от арту невский решил сократить свои потери и организовал осторожное отступление тем временем крестоносцы спешно собирали армию для второго вторжения на земли руси возглавляемая епископом германом дерпским она состояла из рыцарского ядра а также союзного контингента датских солдат и местных прибалтийских вспомогательных войск в основном эстонцев и к весне они начали преследовать александра невского продвигаясь на север последний узнал об этом и отступил к чудскому озеру ожидая прибытия коалиционных сил на месте сражения здесь нужно сделать оговорку о существенных различиях в источниках о битве связи с такими существенными вопросами как численность место сражения боевые порядки и играл ли лед вообще какую-либо роль в этой битве мы знаем что битва между новгородом и ливонским орденом произошла 5 апреля 1242 года однако историки до сих пор спорят действительно ли это произошло на льду чудского озера или нет я опишу наиболее популярное и общепринятое описание битвы которая пропагандируется основной российской историографии также я расскажу про сообщение первоисточников которые в каком-то роде эти утверждения оспаривают согласно общепринятому описанию событий в российской историографии александр невский смог заманить самоуверенную ливонскую армию которая состояла из рыцарей в тяжелых доспехах на замерзшую поверхность чудского озера на основании экспедиции проведенной караваевым тысяч девяносто пятьдесят восьмом шестьдесят шестом годах было установлено что битва произошла 5 апреля 1242 года у современного озера теплое и воронье скалы которая была пересечением старой дороги на псков и новгород в первой новгородской летописи упоминается воронье скала как место битвы и тут начинается первая несостыковка ливонская рифмованная хроника написанная в конце 13 века примерно через 50 лет после битвы может рассматриваться как один из первоисточников для описания битвы согласно ей многие с обеих сторон упали замертво на траву и там нет ни слова о гололюде историк игорь клейненберг утверждает что трава это оборот речи то время как караваев утверждает что это относится к мышам на мелководье озера где произошла битва лаврентийской хроники православного монаха лаврентия написаны через 130 лет после битвы говорится что битва произошла на озере но там также нет упоминания про лед второй спорный момент это цифры которыми располагали стороны проблемы в том что первоисточниках приводится только цифры погибших которые я предоставлю чуть позже но ничего не говорится о цифрах в начале битвы даже российские историки оспаривают цифры согласно большой российской энциклопедии ливонский орден и его союзники насчитывали 7000 кавалеристов в том числе тысячи рыцарей и множество эстонских пехотинцев и кнехтов российские историки щербаков и дзысь утверждают что их число очень невелико 700 750 ливонцев и 1700 2000 русских военный историк разин дал цифру 10 12 тысяч для ливонского ордена и 15 17 для новгородской страны строков и кирпичников говорят про 30 35 тысяч человек вместе взяты основываясь на средневековых войнах и сражениях в которых стороны принимали участие примерно в один и тот же период времени британский историк дэвид никол подсчитал что 2600 человек сражались на стороне ливонцев и 5000 на стороне новгородцев третий спорный момент это боевое построение и ход самого сражения согласно общепринятой российской историографии армия крестоносов использовала вариацию тактики свинья при этой тактике самые опытные рыцари в тяжелых доспехах находились в авангарде в стрелковом строю то время как пехота состоящая из эстонцев и кнехтов находилась позади них ширина каждого ряда составляла 10 12 кавалеристов или пехотинцев в каждом ряду были кавалеристы защищавшие фланги эта тактика была направлена на то чтобы силой атаковать самый центр противника и вызвать десорганизацию центральных рядов что в конечном итоге привело бы к победе армия невского имела более традиционное построение армия была разделена на левый фланг центр и правой фланги с лучниками в авангарде конница была размещена на флангах новгородское ополчение находилось центре самое большое отличие заключается в том что кавалерия обычно размещалась центре но поскольку александр невский каким-то образом знал о тактике крестоносцев он разместил кавалерию на флангах с целью позже окружить узкий строй ливонского ордена сам невский ждал в засаде с группой своих элитных бойцов где-то на левом фланге своей армии битва началась со шквала стрел выпущенных русскими лучниками по ливонским рыцарям ливонские рыцари бросились вперед на центр русов им удалось оттеснить центр состоящий из относительно неопытного новгородского ополчения но в конечном счете ополчение смогло сохранить свой строй и продержаться почти два часа невский приказал своему левому и правому флангам атаковать ливонские фланги а его группа вышла из засады и атаковал крестоносцев сзади русы вышли победителями и преследовали убегающего врага на протяжении 8 километров по замерзшему озеру но давайте еще раз обратимся к первоисточникам чтобы увидеть подтверждают ли их детали то что было описано выше ливонская рифмованная хроника мало что упоминает про боевой порядок и само сражение в ней утверждается что у новгородцев было много лучников и преимущество составляло 60 к 1 они атаковали крестоносцев которые доблестно сопротивлялись но в конце концов численное превосходство русов оказалось решающим поскольку они смогли окружить ливонцев это число вероятно является преувеличением чтобы обелить поражение понесенное крестоносцами также ливонская рифмованная хроника упоминает что 20 братьев лежали мертвыми а шестеро были взяты в плен лаврентьевская хроника не дает много подробностей о битве а просто подразумевает победу русов и взятие многих пленных то же самое и суздальской летописью в которой упоминается победа александра и погоня по льду на протяжении восьми километров в первой новгородской летописи упоминается что немцы и эстонцы поскакали на русов пробиваясь клином сквозь их армию что может быть отсылкой к тактике свиньи в ней также говорится что русы одержали победу и преследовали ливонцев на протяжении восьми километров насчет потерь хроники говорится следующее пола бесчисленное количество чудов а из немцев 400 они захватили 50 человек и привезли их в новгород странность том что ни в одном из первоисточников ничего не говорится о потерях русов и необходимо отметить что информация представленная ливонской рифмованной хроникой и новгородской летописью относительно потерь крестоносцев не совсем противоречит друг другу поскольку возможно что ливонская рифмованная хроника предоставила информацию только о потерях ливонских рыцарей то время как новгородская летопись могла бы описать все потери остальные детали битвы были добавлены позже русскими историками, поскольку некоторые утверждают, что детали битвы под Везенбергом в 1268 году, которая также велась между Новгородом и Ливонским орденом, позже были включены в описание битвы на льду. Этот конфликт, позже увековеченный как ледовое побоище, стал переломным моментом в отношениях между средневековой Русью и католической Европой. Постоянная граница между Новгородом и государством крестоносцев была установлена вдоль Чудского озера и реки Нарвы, и никогда больше тефтоны или их союзники не принимали серьезных попыток вторжения на территории Руси. За свою победу Александр Невский заслужил бессмертие, известный всем будущим поколениям восточных славян как святой, спасший православное христианство. Теперь давайте вернемся на восток и обратимся к слону в комнате в форме Чингизида. Пока происходили все эти дела крестоносцев, монголы разоряли северо-восточное княжество Руси. Решение монгольской проблемы, предложенное Невским, было простым – сдаться. В то время, как другие русские города оказывали тщетное сопротивление Бату-хану, Невский вместо этого отправил послов, превентивно капитулировав еще до того, как монголы достигли его города и признав ханов-чингизидов своими законными повелителями. Поскольку Новгород сдался так быстро и охотно, он был избавлен от разрушений, которыми подверглись другие влиятельные города Руси. Почему Невский был так готов капитулировать перед монголами, но так настаивал на том, чтобы сражаться с крестоносцами? Ответ был прост. К тем, кто проявлял должную покорность, монголы относились с легким пренебрежением. Они не были заинтересованы в том, чтобы влиять на религию, культуру или господствующую систему правления своих подданных. Все было спокойно, пока они без проблем платили дань и позволяли монгольским ханам утверждать своих лидеров. Сравните теперь это с крестоносцами, которые были полны решимости насильственно искоренить православие. И теперь можно понять, почему новгородцы предпочли Степнового и начальника немецкому епископу. Невский провел остаток своей жизни как верный вассал великого хана, совершая многочисленные поездки в монгольские столицы Сарай и Каракурум, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Правитель Новгорода использовал свое почтение монголам как ключ политическому продвижению. Как итог, монгольский хан даровал ему титул великого князя Киевского в 1246 году. Конечно, после монгольских завоеваний Киев был лишь оболочкой своего прежнего я, но сам титул все еще обладал значительной символической силой и давал ему преимущество перед другими русскими князьями, которые теперь тоже боролись за благосклонность хана. Александр тем временем продолжал становиться все более и более влиятельным под крылом монголов. В 1252 году его брат Андрей воцарился как князь Владимирский. Однако, когда хан Мунке стал правителем монгольской империи, Андрей отказался ехать Каракурум, чтобы подтвердить свое княжество. В результате Золотая Орда предприняла карательную экспедицию во Владимир, изгнав Андрея из его земель и отправив его в изгнание в Швецию. Вместо него в качестве назначенного монголами князя Владимирского был утвержден Невский в награду за его неизменную верность. Невский платил дивидендами за доверие, оказанное ему монголами, защищая свой авторитет всякий раз, когда возникала необходимость. В 1259 году, когда жители Новгорода восстали и отказались платить дань ханам, Невский вошел в город с солдатами, силой оружия заставив свой народ повиноваться своим монгольским хозяевам. Невский умер в 1263 году, заболев по дороге домой, возвращаясь из одной из своих поездок, которые навещал хана в сарае. История, которую он оставил после себя, была сложной. С одной стороны, захватчики с запада были побеждены, при этом их религия была спасена. С другой стороны, он был полностью разорен монголами, став подданным иностранной империи. Наследия святой Ольги, Владимира Великого и Ярослава Мудрого остались в форме своей веры, культуры и идентичности, которые они же и помогли создать. Но по мере того, как различные русские князья медленно восстанавливали свои земли и власть под бдительным оком монгольского владычества, стало ясно, что эпоха Киевской Руси давно осталась позади. И началась новая эра. Эра того, что впоследствии станет Россией. Этим роликом я завершаю наш месяц истории. Спасибо всем, что оставались со мной. Думаю, что я рассказал достаточно подробно, чтобы иметь базовые познания в этом вопросе. Конечно же, вы всегда можете написать, где я был неправ, в комментариях. Отдельно хочу извиниться за ударения в некоторых словах, например, в таких как половецкими. Знаете, это немного странно, когда один источник говорит, что читается половецкими, а другой половецкими. Я очень надеюсь, что это не подпортило вам впечатление. Ролик получился достаточно затратным, поэтому с вас лайк, комментарий и, если есть такая возможность, поделитесь им со своими друзьями. По традиции нашего канала давайте напишем в комментариях «Теперь я знаю про истоки Руси». Спасибо вам за просмотр, а это был Олег Черный, всем пока.